Непочтительный человек с собакой Верить этому Мы знаем, что изначально он подонок Он просто гулял с собакой за домом Вот этот, ну, свидетель прилета сына Чайки Он изначально должен быть подонок Мне кажется Нет? Ну, я думаю Он гулял с собакой за домом Да Нормальный человек это будет делать? Безусловно, подонок Он увидел подлетавший вертолет Вертолет вез сына Чайки Игоря Чайку И тут бы в землю кланяться Паскудина А он взял, достал И лицо его искорежила злобная улыбка Он достал свой телефонишко Войнющий, поганый Позапрошлого поколения И стал снимать блистательный вертолет С блистательными Грем Чайки И подъезжающими мерседесами Геланды Ваген Сергей в посад Советская площадь, центр города Территория частично отцеплена Много сотрудников СКР Полицейских с автоматами И специально обученными собаками А вот мужчина в наручниках Все указывает на то Что здесь проводят следственные действия Этот эпизод случайно запечатлел На телекамеру местный журналист Андрей Трофимов Ко мне подошли сотрудники полиции Сказали, что речь идет о резонансном преступлении На мой вопрос Связано ли это с убийством Мэра города Евгения Душко Один из оперативников мне утвердительно кивнул Когда в середине сентября самосвалы потянулись в карьер Местный журналист начал собственное расследование Факт нарушения закона Андрей Трофимов снимал на любительскую камеру В том числе с воздуха Наблюдали в течение часа Как десятки мусоровозов Вот по этой дороге Спускались за бой С выключенными фарами Прямо с Ярославки Вот эти ночные кадры На которых видно Как колонны мусоровозов Превращают некогда чистый Галадинский карьер В свалку Полеты квадрокоптеров Над местом крушения Сейчас запрещены По данным СМИ Такое решение приняли в Минобороны Но в распоряжении нашего канала Оказалось видео Которое было снято с помощью беспилотника До появления запрета Мы связались по телефону с их автором С автором этих кадров Итак, здравствуйте, Андрей Вы были на месте крушения Практически сразу после падения истребителя Что вы увидели, что вы можете нам рассказать? После того, как история вышла в топ Из самых обсуждаемых тем живого журнала По главному редактору альтернативной газеты Трофимову звонили дважды Не представившийся сотрудник Софрина Просивший убрать публикацию сайта И помощник прокурора Сергиева Посада Кто считает, что я не имел права Беспроса Пархаева Вообще что-либо публиковать А про него Хотя я сослался, что это было в открытом доступе Я это просто взял Самолетский рейнджер При заходе на посадку Потерпев окружение Предварительно отказ двигателя Пассажир погиб Летик доставлен вертолетом В лечебное учреждение Журналист Андрей Трофимов Не раз, публиковавший скандальные документы О махинациях с продажей земельных участков В Сергиево-Пасадском районе Полагает, что убийство Гаранины Могло быть связано со сменой власти И теневым переделом сферы влияния Какая своеобразная черная метка Тем чиновникам Которые занимались земельными делами В нашем районе Которые сейчас отошли от дел Местный журналист Андрей Трофимов Собирает жалобы от жильцов Чтобы потом отправить их в прокуратуру Достаточно большое количество людей Сидит без горячей воды Считает на десятки тысячи квартиры Я не могу назвать этот бизнес Как криминално и мошенничество Я не могу назвать С теми тысячами С теми тысячами Только 17 журналистов С теми 2000 Время Как уверяет блогер Андрей Трофимов Такая острая реакция Связана с неудобными вопросами Которые он уже не раз задавал Депутату Владимиру Корощенко А именно о продаже земельных участков Напротив Троицы Сергиевой Лавры Все забрали Забрали телефон Забрали планшет Забрали 4 компьютера 2 квадрокоптера Меня оставили Журналисты, блогеры Без вообще Светских писателей Трофимов Ваше место Среди жителей Вы не являетесь средством массовой информации Раз граждане это осуществляют Они могут осуществлять мест Где они являются гражданами Никто их прав Здесь я уже гражданином не являюсь Здесь находятся сотрудники Приглашенные для работы Совета И сотрудники средств массовой информации Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...